BattleFortress 2 Mobile BattleFile — это командный шутер, который не просто повторяет, а копирует игру Team Fortress 2 от Valve. Поэтому геймеры на Android могут поиграть за Хэви, Медика и других знакомых персонажей. Разработчики обещают 9 классов и такие игровые режимы, как соревновательный, захват флага, сопровождение и ман против машин. Metro Survival — это изометрический шутер, где люди снова оказались в метро, как у Глуховского. По сюжету прогремел страшный взрыв и Москву накрыла радиация. Через несколько лет люди адаптировались и начали выходить на поверхность. Только на них нападают монстры, с которыми мы и должны справиться. Operation February — это приключение по миру этом РПГ. По сюжету нас переносит 80-е годы, когда атомные бомбы уничтожили несколько великих держав. Вы — ветеран организации Атом, которому надо отправиться в пустоши и изучить источник неизвестного сигнала. Understroyd — это мобильный платформер с элементами слешера. Сеттинг футуристичный, порой надо сражаться не только с мобами, но и огромными боссами. По мере прохождения мы получаем карточки с бафами, для которых есть три слота, больше надо разблокировать. По сеттингу, жанру и графике Understroyd напоминает Shadow, Knight и ей подобные игры. Между миссиями мы можем бегать по хабу и затариваться предметами, например, костюмами с повышенными статами. С самых первых уровней в Shadow Hunter Lost World мы разрываем всевозможных врагов на части, а они разлетаются на мелкие куски с литрами крови. Анимация очень плавная, что для инди-проекта редкость. Доходит до того, что моментами графика напоминает Hollow Knight, только чуть бюджетным. Враги разнообразные — это обычные берсерки, летающие черепа, некроманты, лучники и колеса с шипами. МТП, Legends — спортивный симулятор про велосипеды с видом от третьего лица. В этой игре вам предстоит заводить друзей, участвовать в гонках, исследовать обширную карту и настраивать цвет своих велосипедов. Drag Clash Pro есть режим карьеры и мультиплеер в реальном времени. Тачки можно сильно тюнинговать, а типов машин около 18. Разработчики обещают, что контента хватит на несколько часов. Для погружения они добавили реалистичную физику и рев двигателей. Чтобы стать успешным, в Drag Clash Pro надо участвовать в турнирах и приходить на первых местах в различных ивентах. Black Bell — это мобильный шутер, где мы проходим тренировку и уничтожаем бандитов. Графика хорошая, но для скрытия плохих текстур здание разработчики используют туман. По сути, это оффлайн-игра, в ней нет ППП-сражения. Перед миссией надо выбрать оружие и поставить на него обвес. Многое из этого на старте, недоступные предметы надо открывать за заработанные очки. Racing Clash Club — это мобильная игра от создателей Castle Crash и War Heroes. Проект довольно аркадный, поэтому во время гонок машина сама ускоряется. Нужно только топать по педали тормоза и поворачивать, дабы входить в занос. Машины не лицензированы, но первое, которое нам дают, напоминает Ford Focus. Анимус Ревенант, мы будем путешествовать по разным локациям, включая заснеженные поля и замки. На них находятся сундуки с сокровищами, найти их довольно сложно. Что же до боевки, то это действительно дальний родственник Dark Souls и ей подобных игр. Доставляет то, что враги разлетаются на части после их убийства. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok